Загадка природы, внимание, Игорь Карапетян, он целый фильм снял, вот, сейчас чуть-чуть нам нельзя этого делать, смотрите, сейчас, 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 ага, вот этот фильм мне пришел, чтобы вы не думали, что кто-то что-то нарисовал, настолько это удивительно, настолько это неожиданно, настолько это редкое явление, слушайте, снимаю видео, чудо явления, груша, поняли, да, все честно, теперь там дальше, я не имею права, мы обжигались, нельзя нам показывать видео, разойдутся текст со словами, то есть, картинки со словами, смотрим сюда, ведь сбоку, все цветет, груша цветет, тут еще можно подумать, какая-нибудь это, как сказать, локоть с рук, и вот смотрим, паз, видите, через цветок поросла, росток, редчайшее явление, объяснять его уже как угодно, ну, поросла и проросла, вот, а знаете, зачем она мне нужна, когда-то будет отдельно выделено, еще одно мое открытие, я его называю, селекционное клонирование, я их шлепаю только так, чуть ли не десятками, когда у меня однажды, апорт алматинский, вырос настоящее крупное яблоко, а он не имел права вырасти, потому что это ростовая почка, вот, мне, потом я стал наблюдать, еще, и еще, и еще, пусть эти случаи редки, но хватило для постулата, а фактически это мировое открытие, ростовые почки содержат в резерве половые клетки, гермафродиты, данное открытие, приложили, к новому открытию, под названием селекционное клонирование, то есть, объясняю русским языком, и так, по-русски, если, если, вы это яблоко видите, а я его сюда, не при этом, не подвязывал, не привязывал, вот, к этому дереву, для того, чтобы какое-нибудь большое открытие сделать, то получается, если в каждой почке есть половые клетки, значит, почка, почки рознь, и отбор почек на морозостойкость может позволить увеличить морозостойкость до предела, до предела, и вот эти вот, уважаемый Карапетян Игорь, вот этого кирпичика мне не хватало, даже когда мне не хватало фотографий, из колодца замороженной воды замерзшей, фотографии от Семи Владимкова, чтобы то открытие до конца довести, да, что даже некий доктор, наук осмелился сказать намёки, вот, какая трусость, боже мой, почему не сказать, нет, не открытие, нет, ну, дать шанс нам, дать шанс российским гражданам на Нобелевскую премию, на признание, на то, что мы не дурахи, потому что над нами весь мир смеётся, мы радио открыли, телевизор открыли, вот, это самое, первый паровоз открыли, сделан в единственном числе, и больше ни на что не годно, и вот эти намёки, и вот, Игорь, спасибо, когда-то это будет, пойдёт в эту же учебник, нет, не учебник, да, когда-то и в учебник, видите, вот, а что я могу сказать, вот, благодаря нашим дарам, благодаря нам с вами, вот, люди стали наблюдательны, спасибо вам, как мне не хватало вот этой фотографии, как мне не хватало, там у меня было, что ростовые почки содержат плодовые, нет, не плодовые, ростовые почки содержат, ростовые почки содержат половые клетки, а здесь-то, смотрите, цветок выпустил гены ростовых, ростовые, ну, это обратная сторона медали, здорово, вот так вот, вот это тоже когда-то будет, ведь суток проходить, я боюсь, не скоро, вот, Латинков не дожил до того, открытия, до признания, происходящее жизни на земле. Продолжение следует...